один за всех и все за 1 ты шо дура это жора а мы что мужские тюр а поехали вот что вы пропустили у нового житье мешанья мешанья я хочу чтоб ты была у меня дружка на свадьбе я уже длительное время ищу краска каскадера отлично я бы прописала короче нас был план якобы юля хочет купить у него эту квартиру и мы у него отожмем документы девочки смотрите документ этот недействительный что серьезно лидко то что ты тупо за твое преимущество максимум что я могу тебе предложить это быть даже не администратор а стажер администратора в моему валету я надеюсь что тебе наступное побачение наступное а наступное еще не договаривались андрей давай домовимся я оставила вещи не в раздевалке я принесла их поближе к себе там где мы играли возвращайся моего пакета нет девочки а вы не видели там вот пакет стоял не видели александр я не знаю я с тобой я вместе с тобой играл нормально я так понимаю что прекрасно просто я боюсь до вас ты в метро какую бабушку для инфаркта там мой телефон был вот что меня беспокоило потому что остаться голой без связи на другой стороне киева дома это у них ухры мухры нету моей обуви а телефон у тебя есть давай первое что мне в голову пришло набрать дарья ну и я дарьяный номер на память просто помню машине мне или одежду привезут очень плохо это не твои красотки розовые мои ну вот уже хоть что-то уже ноги не порежетами правильно может вас попросить воспользоваться пожалуйста потому что видишь вот у меня вещи здесь украли взяла интернет начала писать и я не дарья не шамал девки меня обокрали я сейчас буду вызывать такси вы меня встретьте они ничего не отвечают даже вообще принципе парюсь я сейчас вызваю такси приеду короче деньги там замочу здравствуйте можно пожалуйста такси ну я выйду к шлагбауму да хорошо спасибо ну то есть в итоге мне все равно пришлось прогуляться в этом купальнике куда пасть еще ниже ну что я живот втянула спину выровняла думаю красотка спасибо вы тоже ничего я старалась вот так вот так вот вперед смотрю только перед собой фигачек шлагбауму на остановке человек 40 стоит меня на телефон снимать начали короче делала вид что так и надо типа вы меня не смутите так и надо так и задумано тут смотрю подъезжает бусик казалось что это мой таксист и я поехала домой литка попросила нас а петли куплять мебель знай потому что ну вона сама ну не бенеме но мы же ее не бросим в беде я ки б вона чувырлом не была пока повышен командировки я можу из литской кухни повыбирать у родственников пошкребла по сосекам помила ниточка по ниточке вот у меня уже получилась и вроде бы как на мебель мы же пришли мне кухню искать они на кресах лиды давай взмемо царе лиды лидка зачем нам кухня аби де было примастить правильно не берем кухню берем стулья слушай слушай это хрусталь там не наложи хрустальми там с чайчкой цок цок но его ж не вынесешь никак мы его положили назад не сюда на него разбиваться надо да не надо не разбивайся ну девки конечно себя повели неправильно колхоз червона дышла чайка вот уж мягкую игрушку под мишку галя взяла как будто в самолет улетает семья была чуть-чуть и сыноватый способ я пошла сама я вижу я попала просто свою стихию она влюбилась расплакалась давай все берем эту кухню вот там наш михай сколько там отделений посмотри там таким на лакшери ну лакшери просто нереально мне понравилась кухня тем что она глянцевая а во вторых что ее мыть не надо она же не будет видно ни пятен ни разводов я вроде баба не бедная у меня бюджет не располагает на такую кухню смотри я представила зеленая кухня зеленый диван зеленая плитка это мое все вот будет своя кухня пожалуйста указывай что у тебя будет зеленая белая хоть поносово цвета мне все вот мне понравилось все глаза вот такие же я думала что будем уже биться там драться думаю нет сейчас вообще думаю уйду цельку с собой заберу и будешь ли выбирать дорогая сама тогда кухню шай однажды нам 700 гривень за унитаз приезжая домой вижу под зонтиком вдвоем дарьяна с янкой стоять не с одной стороны было тоже смешно а с гость стороны было и обидно на ситуации типа мне хотелось об меня час пожалели ледик там накинули на меня потому что дождь идет я уже четвертый час в купальнике крик 200 гривен ты как крика гуси я тебя читали вы читали что я вам писала я этого и вышли потом за вопросы тогда спасибо большое поирала волейбол меня жутко продуло и голос периодически пропадает нам позвонили с твоего номера твои вещи нашли на мусорке в пакете ну телефон модель xxl просто мы быстро побежали в пентхаус я сразу же оделась и опять поехала обратно за вещами все оказалось на удивление в целости и сохранности пакет еще и телефона дождя защитил добрый день можно вам подсказать что вы посмотрите что нам нужно кухня ведь шоу сай консультант но я расспореживался что мы сейчас эти поломаем чешона бедно шоу мы трошки но не светские львицы нужно посмотреть какие вам нужно фасады есть каркас у кухни есть фасад фасад это вот лицевая часть я хочу было все по сходовой кухне было по сходовая кухня была и это фасфод и это фасфод и в общем как начал это рассказывать мы ничего не понимали мы только дакали мы просто пытали почему такие космические цены я тоже можно так наваливать на ухо упала на плела зубы заговорила все и человек повился и вот интересный тоже вариант хочу ну и снова же надо считать да да это варианты цветов покрасить здесь надо считать размеры я помогла по принципе и желтую взять потому что так неординарно цвет желтый это разлуки а зачем нет желтый цвет разлуки чтобы я каждого мужчину которая приводила домой от меня уходил ну цыганка ли да ну куда посудомойка есть поставим поставить а за вас счет за любую что залезла в эту тубочку чтобы проверить станет ли у меня холодильник туда бабе 50 почти год додумалась о своей старой листы в кухню у консультантами думали чуть сердце не стало было куча столов но я всегда считаю что на кухне нужен стеклянный стол на шаб там персики стали мадарины апельсины чтобы через руки вилла прогнили не прогнили но это моя мечта такая вот стеклянный стол это 39 тысяч ну она же большая виры глаза конечно сюда повылазили ира уже барбовала накапайте уже все к ним уже будь а я думаю что я тебе казала а я сама не понимаю да такие лица не берутся иду на эту тренировку с каскадерами вот все у меня в голове было может кирпичи на меня будут кидать машиной меня переедут Андрей чуть постарше дима чуть помладше но видно что мужики такие знаешь спортивные что я наговорила сейчас как скажут сделай подъем переворот три раза в воздухе я же этого не сделаю тебе нужно выйти максимально под потолок развернуться лицо вы хотите чтоб я с такой высоты прыгнула дядя ну вы шо мне страшно я не могу показать что я боюсь я подведу кастинг-директора и сама позорюсь фу блин залезла на эту ступеньку смотрю я тупо не могу отпустить руки и вообще прыгнуть с этой ступеньки боже мой мужчина который хочет подарить мне эту кухню пожалуйста отзовитесь потому что я приму вью в дар правильно ночью чтобы встать пожрать картоху пожарить мусор выкинуть не промахнуться мекнуть бокалы влезут взяла налила свет кухни не включаешь никто не зна что ты жрешь на самом деле а ты набираешь мужчина цена за усердь да и вытяжка и вытяжка отдельно твоя техника отдельно считает не может посчитать можно сделать посчитать но все равно будет тысяч 15 16 если будем в метр два который вам нужно это без плит я влюбилась они в кухню а в ее подсветку хотя понимаю что лампочки могут что сделать и перегореть и поэтому решила зачем нет как кухня чтобы мне перегорали лампочки чтобы не расстраиваться говорим консультанту так все это нам не подходит у нас маленькая квартира нам не влезет нам же надо было что-то брать это классический стиль тогда еще есть пару вариантов давайте пройдем консультант нам крутил теми кухнями мы та дорого это не подходит не вписывается в интерьер в общем часа нам по ушам и мог бы продать во время мы сейчас сами выберем вот этот вариант не 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 закрывайте вырвите страницу с вашего журнала такие были и кухни так себе с белой не сравниться и цены были такие тоже нормальные не по 5 гривен нет ни такого фасада точно не будет а ты хоть же брала в шоссе нет уля там же же нет рот закрой за тебя что договариваемся ты сама же ничего не сделала мы же приехали на помощь чепидейла два нам надо хорошие вариант получается вот здесь мы делаем он будет по длине будет хороший тем более сейчас то что вы просили вот от фабрики идет есть наличие то что через три дня мы сможем провести полная стоимость у него получается 18 тысячки со скидкой она получится в районе 12 тыс она была одна из последних и она была сама стрёмно и сама дешевая кухня 95-ый год а так когда бригада вышла дорого хорошо мы сделаем бесплатно установка это еще минус пока не ну получать так стоит я уже сиськи вперед назад раскопустилась чуть ли там волосы знаешь не распустила думаю включу секси телу парня манами мая уже начинаю ему намекать ну думаю может какую-то скидку выбью понимаешь поведется че не поведется через ну пожалуйста она для вас здесь на нас ну куда посмотри на меня петра был зубик ставить а я что делай провода его я бы начала писать потому боже но обратите на внимание ладно сделаем по-другому убираем одну секцию получает а не потрогать вот еще полный далее опуститушки не будет в рознице на получится 6 а там свои короче ушки станели вывалила на него там и так на него и так я думаю балла не было вас я не бачу вас и рядом нема за скидка за 4000 три с половиной даже не там дури три с половиной три я вот это не кразу три с половиной три с половиной а вот так же не могу еще подрожить и моим подрогать если что чайка сиськи свои там давала там лапоть ему литка туда что там перед ним визжигерювала для кухни выбирайте или что хорошо я оформляю за три с половиной все-таки на моргале пускай будет хоть такая кухня если честно это ж надо мне чай яичницу вам делать спасибо пожалуйста до свидания вы классные спасибо вам большое спасибо что мама берешь меня вечерком обязательно я счастливая довольная кухня ели за кухню мы рассчитались как бы еще как бы деньги остаются мы решили еще посмотреть на диван уже и азарт просыпается в принципе не так уж и страшно думает стилите хоть сто пятьдесят раз уже буду прыгать на эти коробки берет меня и выводит я не понимала вообще куда мы идем что будет с крыши дома падать что ли конечно тебе нужно залезть по этой лесенке становиться ножками сюда и отсюда повторить подвиг вниз мне аж давление в глазах сейчас поднялось ты шо смотрю вниз я понимаю что я этого сделать не могу ой не могу прям настроиться прикиньте уже пописи короче это такой геморр быть каскадером я вам скажу нафиг оно надо я живо видите как я перемещу ответя у меня тупо вот это вот все сейчас болит болит голова настолько мне кажется что я знаю как в воду это уж вода в ушах вот такое сейчас состоянии постоянно хочется спать что готова в среднем все на площадке хорошо все давай все давай 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 спасибо давай до свидания короче я готова идем в бой сниматься в кино может супермена буду играть лучше не подумала женщина кошка я буду женщиной кошка я очень надеюсь я считаю на диска там где распродажа может быть и качественные и хорошие надо просто шоу можно там не то есть помер на цем диване а диван в она ще хоче подивиться туалет продай купить диван ты цены бачила космически денег то нет девочки классный смотрите большой диваны трехугольные равнобедренные короче разные диваны с подушками без подушек девочки а вот а вот двести двадцать девять гривен диван а это подушка да ты бачила такой диван за 200 с копейками денег ну чашу тоби вин там чевшами белевыми ну чашу бонус плюс гвыгляться вообще тухой а ты по 50 а цей тухой да цей тоже тугий тугий ого само собой шо надо ж брать диван помягче шо попе было удобно спине было удобно ну и мы начали на всех диванах попутай мастить мы еще кстати девочкам провели диван такой чтобы был для секса скрипит не скрипит а вот цей лида отца и усадове хорош хороший же дима бабушки так как они да ты что это не мой вкус белый диван это как бы не для меня потому что пацана быть руки пацана надо быть ноги мыть ну как бы я не собираюсь каждый раз после того что прийти с улицы надо помыть ноги а вот цей лида чо может он хороший а ну зай тугий не таки ну денег не хватит я общечта если такой дорогой диван надо чтобы он был сертопедической спинкой чтобы когда ты лег любовью заниматься а у тебя сколиоза не было но когда я стану богатой ага когда ты станешь богатой мы уже будем на пенсии уже у тебя внуки внучат понаражут правнуки правнуки будут слава богу что я купила себе кухня кухня уже есть а диван я по-любому себе найду интернет у нас такая штука что-то много диванов сижу я на кухне пью за чайок крашусь заходит янка о доброе утро привет оди дори она ушла уже самого утра да я еще не успела умыться глаза расклеить дори она уже все хлопнула дверь и убежала на свою работу а ты куда самого сраня на свидание куда еще могу идти с утра на свидание ватан смысле ну кто ходит утром на свидание объясните мне пожалуйста утром люди либо на работе либо на работе ну это хотя бы не на остановку в ресторан и на том спасибо дорогая моя передача шо делать там на бизнес-ланч о боже как можно собраться мне тоже так упадло вставать надо идти а мне а сейчас знаешь куда идти куда на съемочки какие съемочки на леден не этом буду сниматься до кое-где кое-где не буду рассказывать чтобы не залазала интригу держит женщина я опаздываю кайта давай поставь чашку давай чашку шоп там у янки не было в общем я надеюсь все получится главное потом они все в подробностях расскажи бы я сплетни люблю я думаю в ресторане надолго не задержусь со всех благ давай ну в общем мы разбежались каждый по своим делам сегодня облажаться мне точно нельзя потому что вчера уже и так переоблажалась взяла себя в руки сделаю все так как надо забрала костюмы с химчистки кофе же мы купила без ничего вот этот прибежала на работу с отрю время шикарно вытерла без водички как он сказал правда результата не было но главное как он сказал сделать батюра гаранку шеф привет красоты привет спасибо очень круто чистенько все кофе я говорила учусь все не ужас а исправляюсь исправляюсь да ну пари свои по 5 копеек подкрывал он видно не думал что я на второй день с этим всем справлюсь он думал что я вообще ноль без палочки оказывается нет полы помыть до костюма забрать все таки умею ну все ребята мы начинаем репетицию спасибо тебе большое амадора мы договаривались там с вами можно я там поставил понаблюдаю сторонку и ребята не мешай хорошо то у нас очень важно репетицию спасибо а куда ему уже деваться он же обещал шикарно день начался 1 и 2 и 3 и 4 5 и 6 и 7 и 8 1 2 3 4 5 6 и 7 8 я реально такая счастливая была что я стою да пускай сзади но с балетом же 1 и 2 3 и 4 5 5 6 7 8 никому не мешало и тут короче била брися я слышу отойди ты мне мешаешь думать в смысле мешал нормально я здесь стою ну шо если я отойду мне не видно будет и 3 и 4 5 и 6 и 7 и 1 2 3 4 5 и 6 и 7 и 8 и я действительно ей не мешала не мешала ни капельки она даже своей рукой махала ничего страшного не было надо меня не доставал хоть у нее рука в два метра ничего страшного 1 2 3 4 5 6 7 и 8 хорошо ну не могу я не могу так ну в смысле отойди а я реально упираюсь стенки мне же тоже хочется повторять я же не могу стоять возле стены повторять так что у вас случается она подходит постоянно не мешает мы же договорились что ты будешь сторонку стоять и не будешь мешать не буду не буду она может сюда куда-то встать все все отошла взгляд аж прожигал изнутри я тоже не пальцем делана я тоже на него также смотрела три секунды дайте подумать что мы дальше сейчас делаем что мне доставит а там на запеве вот на рэпе мы как вы меняем убираешь и стакан я так что ты делаешь что вихала ты нормально вообще едем мы с этим божьим одуванчиком такое наслаждение ну что ж моя дорогая у меня для тебя сюрприз какой я хочу тебе сделать свадьбе подарок рыба же бабуся купить тебе свадебное платье спасибо большое я начала чесать конечно вся такая бабусечка то вы что сосками глаза петерала довольно да очень я доверяю вашему вкусу я смотрю вы очень сильно одеваетесь слава богу что поедем выберем они в том в чем она выходила замуж молю то она тебе по наследству ну постараемся что за тебя интересненько подобрать мне очень приятно я не ожидала в сум заедем понимаешь и бабушками что выбери такое там за 300 тысяч гривен ну такое приезжаем мы на какой-то старый вонючий рынок это рынок да а как это я думала у меня будут какие-то там лакшери магазины бабусь вы чё ну типа умом тронулись куда юля я тебя умоляю он какая трусы мне приехали покупать юля пошли умею принимать сюрпризы приехала я на киноплощадку встречает меня аня костин директор привет здравствуйте спасибо у нас мало времени нам нужно сейчас ага хорошо местечко не очень заброшенка лес какой-то непонятно вообще куда меня привезли не поменялась информация дело в том что сегодня главная наша актриса она вынуждена уехать поэтому нам нужно сегодня доснять финальную сцену какую мол что-то поменялось тебе надо там что-то кого-то подменить кого подменить шоу подменить думаю ладно пофиг короче справимся думаю главное чтоб это текста было немного бы я не успею выучить наташа здрасте яна ага тут эти рации лежат что-то там дубль стоп камеры там мотор начинается вот это все у меня уже понимаешь вот это вот дрожь кино так хочется уже быстрее идти на площадку посмотреть как же это все происходит а шо за грим смоки красивый натураль пахнет пластилином или резинка да она начинает не лепить какую-то фигню на щеку шушу там лепите а я на тут еще смотреть не нужно да салфетки то мне какие-то вклеиваете сотрю какую-то раз салфетку на щеку вторую салфетку на щеку третью я же начинаю задавать кучу своих вопросов а шоу а зачем и почему а о чем фильм ребята давайте менять аккумулятор до начала съемок пожалуйста посмотрите просто перед тем как мы готовимся к съемке посмотреть территория такая стрёмненькая ну да там еще здание а еще и здание смотрю заброшенка стоит такая этажей в пять знаешь без окон без дверей я уже думаю с пятого этажа лететь я уже себе представила на эти коробки уже увидела свой размазанный труп понимаешь который лежит там и что звонят уже моим родителям подхожу я к ресторану меня андрей встречает уже там прямо на входе привет привет ты тоже сегодня чудово выглядаешь что-то такая яскрава сутня знаешь мне дуже дорого тобі телефонувати але я тобі хочу подарувати сим-картку це буде дуже добре якщо мы с тобой будем спілкуватися но я не собираюсь менять номер телефона ради какого-то человека на которого мне большим ну по большому счету все равно девокам подарю може кому-то надо а ты уверен что это ресторан хорошая идея если тебе дорого звонить то может мы потянем его с тобой мы потянем хорошо заходим мы с андреем в ресторан подходим к столику седай вам ласка бош галантность джентльмены иначе вот это наверное вот это вот вежливость в нем единственное что в нем есть привлекательного здравствуйте нам приносят сразу меню думаю щас полистаю чё там не может чё нельзя потому что женщина теперь на режиме я хочу куриный бульон с фрикадельками мне творче бульон андрей короче изучает меню так как будто бы это учебник прям вообще все там вычитывает до буковки до граммовки я думаю что буду карбонару нормально нормально граммовка ты так комментируешь сразу я навчаюсь на хорошого технолога оказывается наш андрюша он там на в общепитие каком-то учиться что-то там повар кулинар на все руки мастер хочу бути кухарем и мені це все подобается ну тобто и я більш детально до страв придирайся пожалуйста ваш фрошусь спагетти воной депривезла нет спагетти мы готовим сами из якого сорта борошна готовится сама вармишень первого сорта высшего сорта какая тебе разница из каких сортов пшениц сделан этот макарон чё за сок чё за торгового смотрите я вам вынесу сейчас бутылочку посмотрите хорошо принесли мы эти бутылочки кто-то там вчитывается состав в этот аскорбиновая кислота а тут 10 на 100 кп это уже вопросы не ко мне у меня глаза кульбит сделали наверное снобизм дикий снобизм я бы ласка визму яблочный сик у меня ласка кімнатной температуры еще можна окрема стаканчик еще я бажала лёд лёд тоже б ласка окрема стаканчик еще можна я б на месте официантки уже наверное три раза б него плюнула ушла б уволилась если тут такие люди приходят через кольки будет готова страва ну смотрите паста готовится отваривается только 7 минут а прикид температуры буду на протушиваться выше ста якщо можно дізнатись конкретно мне было неприятно то слушать мне было стыдно перед официанткой даже заходим мы сразу с бабусей якобы к этому бутику ну вот здесь юлечка салон такой есть софия смотрю там цветочки какие-то на платье какие-то выпускные там розы там клюш от бедра псовдепия боже и шо це я стесная спросить это как ну типа всем носила третий чикак ну юлечка хочу вот таком шлейка через все плечо про себя думаю боже бабуся куда ты мне приторбалила забери меня быстренько шубе цены бачу самое дорогое можно мне юля начни с того начинаешь хотя бы посмотрела вы что не у меня не нравится хочу сама покажите нам дорогу я же уже все вас алину напудрила думаю бабуся щас все самое дорогое платье проходите хорошо начали мы примирать с бабушкой платье конечно юля и бедра и руки в смысле бедра вы только на сиськах мне тут давите не надо завидовать моей роскошной груди уже давно надо заниматься зарядкой я и так себе нравлюсь в самом высоко кому не нравится хан и дивляться а подруга на том свете мне не накормят боже эти татуировки юля это вообще мой васечка зеленый крокачался только с одними моделями табе интересуя че волну я не мама не запишет мне никто не за это мое тело что хочу то и делаю по вашему размеру ну по размеру руки можем я в церковом гробу отдадите заму может быть по мере им по размеру платье давайте для сравнения оденем бабушка меня пыталась всячески задеть но не то что она задела она меня прям аж подколупнула под больную тему вот юля подобрали тебе такое платьице по мере его ваша молодость да это же стиль ампир она мне так ужасно и нравится чувство все знашка куда девятиклассница на выпускном это а нашу гроши хватило той купили ничего не попутала у тебя рот дырявый лишал у тебя проливаются я сама разберусь у меня начальник шо думаю ты фабричная ты мне не начальство я слушаю его понятно посмотри как она поубирала это рот дырявый у вашей танцовщицы я извинялась конечно но только что она вылила рот свой закрыла и вышла отсюда начальство у меня амадор а не вы взбесила так вы кошмарила аж изнутри вот это знаешь загорелась прям думал кто ты такая чтоб ты мне указывала да никто пожалуйста девочки я только что не подсказалась откуда вода появилась вода появилась из ее бутылки из ее рук и точно ветром его точно да я прошу этот бой разлита я убирала сегодня в сухую а я-то виновата он думает в этом конфликте ему попробуй докажи что я скажу амадор это она как в детском садике девочки я ничего не знаю пусть убирают пожалуйста хорошо я уберу спасибо большое если честно чувствовала себя унизительно в этот момент я б как дала набу летела быстро со своими 30 килограммами вылетела нафиг с коллектива больше никогда не возвращалась но амадор же стоит ты угадала дорогуша моя я здесь еще буду и буду долго и знаешь когда такие слова говорят у меня что значит я все делаю правильно так что мы потанцуем может быть сегодня да да конечно давай да я смотрю ты как-то не уверенна вообще ничего а там я так не могу пока подошел ко мне олег все я уже забыла за ту блондинку мне это напоминает какой-то романтический роман когда никто не знает он с ней занимается я все купила в интернете за копейки и диван и стол и стулья наконец-то у меня долгожданное событие это мое новоселье я долго делал этот ремонт до устанавливала эту кухню и поэтому я решила позвать подружек и чтобы похвастаться им что я дать наконец-то у меня же все закончено ухали сами только важное событие я хочу ну какой важно но замуж и тоже не выхожу я сделала в квартире свой ремонт и хочу пригласить тебя на свое новоселье а ты потом уже посмотришь это сделала я хочу пригласить всех всех кто для меня близок с кем я общаюсь а алё чайка это я у меня такой повод есть для тебя хороший я приглашаю тебя на свое новоселье да кто будет я еще пока не знаю я потом тебе об этом скажу ты будешь точно я до галия звонила давай начинается от этого двадцатская беседа пока мы ждем заказ лучше бен с официанткой разговариваю серьезно каждого дня мне подобается дознаваться информацией про какую страву какие индигредиенты входят я все таки все таки хочу ести поживную ежу и хочу чтобы ты ела поживную и так корисную ежу любое его слово можно прокомментировать закачанными глазами просто вон в череп прямо туда назад и типа что ты несешь тебе прекрасная зачистка я тебе скажу дуже мама робила яка мама я живу без мамы я живу сама ты сама робишь себе зачистку а тоби мама залезла мне мама 23 года мальчику мальчик живет с мамой ему значит мама нагладила сюда и постирала рубашечку я люблю самостоятельных людей самостейное життя как мне мама казала треба починать с женкой ага и база пропонувала это значит это значит а самостоятельное жительство начнется когда ты пересадишь шеи мамы на шею жены я просто сижу и понимаю что вот сейчас встать и уйти с этого разговора грубо мне вот только остатки моей вежливости не позволяет вот и все просто человек бесит наконец-то приносит мой бульон думаю слава богу это уже лякую а я хотим дизнатись да будь ласка еще можно на бабу ласка боже этот слюнявчики ему завязали как двухлетнему ребеночку она сидит маленькая ноги до пола не достают на тому стуле мне было даже стыдно рядом с ним сидеть приятного аппетита дуже велико дякую тебе також приемного смачно я короче отвернулась еб этот суп в общем начинает я тебя хочу кое с кем познакомить ты будешь в восторге прости господи надо бог сейчас скайп-инференция с мамой будет ну вот это разорвало это выглядит конечно ужасно так вот это да настолько было реалистично вот это прям наружу все вывернуто синяки вот это идем с нами в бус мы переоденемся там посмотрим быстро быстро переодеваться бы режиссер уже там кричит бежим же ж мы вы к их нему бусику и тут прибегает какой-то еще чудак берет какую-то штуку железную а шо это такое зачем это пол ко мне куда мне ее будут засовывать давай одевать его нету времени ну да я поняла я начинаю переодеваться перепуганная этот короче штрих алексей начинает мотать ко мне вот эту железячку я понимаю что меня проткнула этой типа фиглей час грима и лежать 2 секунды дал то ты на самом деле все кино но об этом фууууу Мне всегда было интересно, где они берут эту кровь. Либо кабана, либо, знаешь, коровы. Ну, сливают же. А это, оказывается, искусственное. Ну, воняет, как будто настоящее. Фу. Фу, наткнет. Ну, она, кстати, даже съедобная. Не вредна. Ну, конечно, кровь выглядела так похожа. Прямо уж такая темно-алая. Очень красивая. Мы можем отвезти Яну на площадку? Да, одну секундочку. Тут этот режиссер кричит, слышу, в эту рацию. Труп на площадку, труп на площадку. Алло, Дорь, привет. Ты не занята? Слышишь, дорогая, я тебя приглашаю на свое новоселье. Да, да, адрес я скину. Ты будешь, да? Ну, я, я, потом ей потонуть скажу сама. Ага, давай. Катя тоже сказала, что, в принципе, у нее никаких планов нету, и они придут. Я думаю, о, уже как бы движуха собралась потихонечку. Алло, Самир, привет. Я тебя хочу приглашать на торжество, на новоселье моей квартиры. Все будут. Бусинка твоя по-любому будет. Да, да, да. Ага, давай, бо я крашусь. Давай, жду. Давай. Самир сказал, что тоже подойдет. Ты сама по гороскопу криса, так? Знаешь? Ты не принес крису в ресторан? Нее. О, говорит, ты любишь крис, а у меня есть криса. О! Дивись, это она была на первом уроке, когда она была полненькая. Сейчас она чуть-чуть худейшая. Вот единственное, что было в нем симпатичное, это фотографии крис в его телефон. Серьезно, криска реально была прикольная. Она чем-то на тебя похожа. Ну, она чаревна. Думаю, ты что вообще брат офигел. Ну, в его понимании это же свидание было. Вот, а ты говоришь, что девушка твоя на крису похожа. Если мы будем жить вместе, у нас будут дети, я обязательно возьму гомячка. Мне это уже надоело. Ты мне, ну, не нравишься, как мужчина. Это достаточно доброе. Ну, ты сказала правду в очи, я на это не ображаюсь. Ну, он меня, короче, не слушал. Я ему говорю, что ты ни на что не рассчитывай, между нами ничего не будет. Ты мне, как мужик, не нравишься. А он мне говорит наоборот, что о, ты очень честная, искренняя, хорошая. Спасибо, что ты это сказала. В общем, когда сидим с тобой в Америку, будем жить на клумбе, заведем собаку и десятерых детей. Я согласен поменять жизнь свое, стать самостоятельным, жить с тобой, виховывать детей, и чтобы мы были одружены. Просто поднимаются руки в таком случае. Типа, я сдаюсь, да говори, что ты там хотел, и до свидания. Я больше есть не хочу. Я тоже наделась. Можно рахунок, пожалуйста? Хорошо. Приносят нам счет. Но мне совесть не позволит. Вот это дать, чтобы он за меня заплатил. Еще буду покармить должное ему останусь. Давай расплатимся пополам. Ну, давай. С тебе двести три и одна копейка. Что? Как можно так доколупываться до всего-то, а? Ну, я положу двести, думаю, три и одну копейку, ты мне простишь? Звучайно. Деньги на счете, все нормально. Все, до свидания. Надеюсь, я больше с ним никогда не пересекусь. Вот чтобы я еще хоть раз пошла вслепую, все. Я завершила на таких знакомствах. Все будут думать, что я вообще вышла замуж по залету. Талия подчеркиваю, это пузо. Я напью там 73 бокала, и будто такое. Я что, брюхата я замуж ухожу, я не поняла. Ну, лучше уже так, когда все скрыто. Чем затянутые, все твои телеса видны. А у вас с ней видны. Не переходи ты на личности. Причем тут я. Зачем вы трогаете мою фигуру? Васе, я ей такой нравлюсь. Так что-то я люблю Василь, то я тебя и такой полюбаю. Какая-то есть. У меня вот харизма. Беру сиськами и харизма. А вот это что? Вот это шкурки чьих. А вот чьи? Ну, я как чучела гороховая. Ну, посмотрите. Угодить невозможно. Ну, так как вы мне подбирали под себя? Ой, Елена, пойдемте, может, что-то еще подберем. Бабушка там вообще накрутила, думала меня позорить. Ага. Я же баба тоже продумала. Говорю, не надо. Идеальный вариант для тебя. Да ну, это такой жлобский вариант. Ну, знаете, пив села, поженилась, а это типа тебе досталось от бабушки к прабабушке. Откуда мы приехали? Если вы так считаете, и в таком платье выходить замуж, то тогда вы откуда-то приехали. Бабушка начинает мне давать какие-то, прощай, молодые, знаешь, что цветы, клюш от сисек, бусы какие-то. Да это *** вариант жлобский. Хотела сделать сюрприз. Ну, какой сюрприз? Ну, скажите, это бабушке выходить, да, в таком, и что ее там в 1925-м. Кроме откраблений ничего от тебя не слышно. Ну, а что, не, ну скажите, да? Меня бесило то, что бабка эта старая кляча, которая постоянно мне внушала то, что ей надо, то, что ей нравится. Я не хочу то, что ей нравится. О, хоть что-нибудь. Это только через мой труп. Да дайте хоть папу. Так как это Вася будет выходить, жениться, и невеста будет в красном платье? А Вася в ученом костюме. Берем красное. С розами, как вы любите, тут вот так под сиски, чтобы сиски были аж на подбородке, понимаешь? Юлечка, ну, это платьице, если нравится вам, мы можем его пошить вам по размеру. Бабушке назло, мне нравится, да. Нет, 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 нет. Я, я... Скажите, что много кто выходит замуж, правильно? Юля, нет. Не надо не порвить, бабушка, не надо рвать. Никто не собирается рвать. Бабуся, успокойтесь. Я сейчас сама себе выберу то, что я хочу. А не надо мне там рассказывать то, что ей там нравится. Бабушин вкус, это уходит на ноли, прилично, мне вообще ничего не светит. А это не мой размерчик? Есть, подобная на ваш размер. Да. А давайте вот это вот померяем, вот это вот мне нравится. Вот такое? Да. Давайте померяем. Ах, свят, свят. Я выбрала, и такое белое вообще шикарнейшее. Бабуся, гляньте, ну как вам? Мне не нравится. Зато мне нравится. Смотрите, какая у вас принцесса. Все, фасон на мне сидит. Я вижу, ручная работа там. Как принцесса с какой-то сказки. Король и лев. И тут все не легло. Скажите, что легло все. Нет. Бабушка, вам всегда вообще не нравится? Сейчас же не будем садить. В конце концов, кто платит за эти платья? Мое платье, моя свадьба, а не ваша свадьба. Правильно? И все ценкует, что по ценам. Нет, нет, нет. Как это нет? Я категорически против. Я его выбрала, я хочу. Разговор окончен. Ну как это нет? Снимай, снимай, нет. В чем мне идти на свое в трудах? А ну перестань кричать. Слышу звоночек. Стасия сказала, что надо ударить по моим килограммам. Я сразу поняла, что это спорт. Катя, ты уже переоделась? Молодец какая. Отлично. У меня кое-что для тебя есть. Катя, тебе маленькая подсказочка. Держи. Как ты думаешь, что это? Это капа. Это какая-то подсказочка. Ну перчатки плюс капа равно бокс. Это бокс и не простой, а тайский бокс. Я такая, типа, чё? Разве на боксе худеют-то? Капу в рот и вперед. Мы с Астасией заходим в зал. Катя, знакомься. Это мой персональный тренер по тайскому боксу Артем Хилинич. Пожмите друг другу руки. Катя, молодцы. Очень приятно, Артем. Ну, парень накачанный, красивый, жилистый, такой худой. Значит, думаю, ну к чему-то это все-таки приводит. Девушки, давайте приступим. Мы начали с разминки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо. Типа, делать это само по себе было не тяжело. Но делать это быстро, я же еще пытаюсь, типа, успеть за тренером. Три, четыре. Мой тренер или нет? Весь темп вот этот вот, он очень выматывал. И после четвертого уже задышкой была. Во время разминки мы начали разучивать удары. Бьем, левый прямой, правый прямой, левый прямой. И правое колено, раз. Самое тяжелое, это было не забывать все время держать руки вот так вот. Потому что у меня пока там нога летела, у меня тут руки вот так вот были. Мне вообще с ногами тяжело равновесие держать. Я сразу падаю в сторону. Давай, держи меня за руку и попробуй. Раз, и обратно-обратно, туда же, откуда и взяла. Устаешь и думаешь, блин, это что, только разминка прошла. У нас же, ну, тренировка еще должна быть. Хорошо, одеваем перчатки. Мы поднялись на ринг, надели перчатки. Девочки, делаем по одной комбинации на педер. Стас, становись стойком. Раз, два, три. Ножка. Ой, молодец. Давай теперь ты. Раз, возвращай руки после каждого удара. Человека, я скажу вам, прикольнее. Ты понимаешь, куда ты целишься. Ты все время бьешь направлено и в одну точку, но отдача. Не бойся, подходи, подходи еще раз. Держи, держи, жизнь вместе. Раз, ты вернулась. Раз. У меня такие ноги были красные. Вот руками типа пофиг. Я ощущала, как руками бью. А ногами это капец. Слясь, это же как плашмя под воду. Раз, два и три. Хорошо, меньше прыжков, больше удара. Давай. Половина всех моих усилий уходила только на то, чтобы я не свалилась просто. Мне надо хотя бы не упасть. Хотя бы не упасть, потому что меня же даже не били еще. Хорошо, девочки, сейчас я вам дам защитную экипировку. И начнем спарринг. Ой, какая красота. Ой, как она пахнет. Класс. Купила я еще шкачку. Самую красивую, самую большую. Я ее взяла не на химикатах. Я ее замариновала в лучшем маринаде. Приправа, соль, перец. Поставила я в духовку, значит, поставила на 180 градусов, чтобы она не пригорела и приготовилась нормально, чтобы она покрылась коричневой корочкой. Это же новоселье. Я к этому очень долго и шла. У меня в жизни больше такого не будет. Ну, в общем, я очень счастлива, что у меня наконец-то все есть. Место скатерти. Ну, у меня нема реально скатерти. Где денег? Как бы я понимала, что должно быть все леракшери, но на 100% должно быть все красиво, но я купила одноразовую посуду. Экономия должна быть прежде всего. Я купила красивую одноразовую посуду. Я же не брала, извини меня, обычные белые одноразовые тарелки и белые стаканы. Я взяла цветные стаканчики. Ну, пускай они хоть пластмассовые, но они цветные. Визуально, если бы я посмотрела, я бы не сказала, что это пластмассовая посуда. Я бы сказала, что это фарфор. Хочешь что-то покушать, эту салфеточку разорвите там на две части. Раз там вытерла, потом вторая салфеточка для рук. Ну, как бы вот так вот. Ну, не балмай на грошей. Ну, нету, что я могу сделать? Стульев не хватает, а что делать? Знаю, что делать. Пошла я к соседям схожу. Наведаюсь. Кому ты обращаешься за помощью, да, когда у тебя чего-то не хватает? Конечно же, к соседям. Смотрю, ты как-то зажата немножко. А ваши всякие белобристые сосиски воды разливали? Белобристые сосиски? Давай танцевать, я думаю, сейчас у нас все получится. О тренировке с Олегом я не переживала, потому что он хороший человек, он понимает мои цели, желания. Я думаю, что он не будет смеяться, что я там новую неправильно поставлю или руку не туда дерну. На закрытие раз и раз. И теперь ускоряемся раз, раз, раз. Мы начали вот эту связку повторять, которую мы учили уже очень давно, я уже забыла. Пробуем. Волна мягенько раз и раз и улыбка появилась уже, видите, я вот, а что же, работаем. Короче, мы начали с ним разучивать, а потом в один прекрасный момент он встал сзади, прям сзади, прям вот так плотно, сзади стал. Право, лево. Право, лево. Положил свои ручища на мои бедра и начал медом двигать. Нормально вообще? У тебя, кстати, очень хорошо получается вот именно такие восьмерки, волны, именно очень женственно. Как оказалось. Я это сразу заметил. Просто нужно иногда время, чтобы это раскрыть. Подбородок. Мне так стыдно было. Делай по кругу. Раз. 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 И двигай грудью. Раз. Раз, попозитенцов. Слушай, ну у тебя на самом деле очень хорошо получается, очень женственно, просто ты не уверена в себе, нужно быть более уверенной, потому что реально у тебя все для этого есть. Левая, правая, левая, и смотри, я тебя опускаю вот сюда, а ты расслабляйся. Но что с левой ногой? Она поднимается. Так ты согни колени, согни, поставь ее на... О! И вот сюда. Ай, мам, поду! Ну, видишь, красиво ж было. Мне кажется, поддержки это было для первоклассницы, ну, как раз для меня. В принципе, все прошло нормально. Дело было еще в психологическом настрое. Я ему не очень доверяла, потому что, ну, как бы мы первый раз танцуем вместе. А вдруг уронит. Ты сегодня сделала вот такой вот просто рывок, я считаю. Серьезно? Да. Спасибо тебе, это ты вообще. Ты как устала? Ну, я вижу, что ты устала, но это того стоит, поверь. Олег мне очень сильно понравился, потому что, ну, человек, он хороший, он вообще молодец, он профессионал, он умеет, он талантливый, он красивый, симпатичный, голос у него приятный. Ой, не в ту степь пошла, да? О, эти шлемы. Я чувствовала, как я не могу дышать через нос, потому что им не нос, древес, щеки зажали. Это ужасно, да? Становимся. Вот так, вот так, еще и очки сняли. Хорошо, становимся сейчас. Что? Стася получает сейчас, потом будешь ты. Руки у головы. Я вообще обрадовалась, что мы стали в стваре, потому что я помнила еще вот то забелье, как она меня там, это, за мои бока, вот эти, думаю, за мои бока, сейчас буду тебе мстить. Раз, боковой, раз, и ножка, раз, теперь Стася, раз. Сейчас бы в лицо получила, закрывайся. Раз, боковой. Боковой, вот это, оп. Стася, Стася, мы не ждем. Быстрее, быстрее, раз, два и три. Оп. Вот, хорошо. Я не воспринимала это как даку, я воспринимала это как тренировочный спарринг. Меня бьют, я бью, так надо, все. Давай, раз. Давай, давай, давай. Давай. Не жди, не жди, сразу лоу-кик. О-о-о-о. Двойной. Боковой. Ай. Стасиные удары были поувереннее, такие, как плеть, так, хопа, ударило и быстро, и больно. Все от головы, Стася, прижми руки, руки, оп, хорошо. Начала, в общем, меня Стася бить, что свято. Я говорю, и за лишние жиры, и за лишние килограммы, и за то, что где весело, и за то, что колись весело, и сейчас весит, и будет весить. О, молодец. А нога? О, это автоматически делается. Зажирь не пока тебе, ответочка. Все, девочки, заканчиваем. Хватит с вас сегодня. Снимите с меня это. В конце тренировки Артем объявил, что победила дружба, но для меня я победила лично, потому что для Стаси это обычное дело. То есть пришла, потренировалась как один из трех раз в неделю, и все. Для меня это был первый раз, и я в конце этой тренировки, в конце спарринга стояла на ногах, живая, здоровая и не поломанная. Значит, это победа на меня. Я распсиховалась, я чувствовала себя подавленной, скотиной. Знаешь что? Выпочканная, униженная. Ничего не повыбирала. Лопухи. Дорого стесняюсь спросить. Почем стоит. Это недорого, это недорого. Фу, бескусица у вас. У меня это просто траур. Приехали платье, значит, выбирать мне, она уже подмарафетилась. Накидка вот эта мне, наверное, подойдет. Наверное. Не идет вообще, будет как на похоронах покойного мужа моего, пятого, сзаду. Вот такое у меня и событие получается. Шляпу забыла себе, тут я котел стрячу на чипы. Вот смотри какое, ты говорила, что хочешь шампань, вот тебе шампань. Моя свадьба, мое платье. Разрешила ты мне, я себе выбрала. Молодец, умница. На, что ты мне еще притарабанила, это шампань. Мне не нравится такое. Когда мы зашли, ты говорила, что тебе такое нравится. Да ну такое нет. Теперь тебе уже не нравится этот цвет. Платье мне вообще не нравилось. Категорически. Ни в профиль, ни в фас, ни в анфас, ни в зеркало, никак. Я хочу свадьбу, чтобы у меня было шикарное платье. Ну правильно? Мне же не за 30, мне всего лишь 24, бабушка. Вы не можете мне выбрать шикарное платье? Она для себя выбирает. Я павлина уже одела, она уже деловая. А Юля, ты как хочешь, надо мне не прилагать. Юля, все. Нет, не все. Все, прошнуровывайте, мы будем его брать. Не хочу его брать. Юля, а что ты фокусничаешь? Я сейчас снимешь это платье, поедем вообще в секонд-хенд. Нет. А серьезно в секонд-хенд? Серьезно. Не надо секонд-хенда, да я согласна на любые голубые. Слава Богу. Ну, *** старая, понимаешь? Даже если мы поедем в тот голимый секонд-хенд, она скажет, ничего не понравится, поехали до дому. У меня еще осталось с моей прабабки. В нем я выходила замуж, Васина мама выходила замуж. Павлина ей посчитайте, а то бабуся сейчас уйдет. И без перюшков останетесь, без перюшков. Это платье шампе стоило дешевле, чем ее страусиная накидка. Непонятно, с какой курицы, то еще штамповалось. Вы мне предложили, я помогу тебе выбрать платье. Помогу, но не куплю по своему выбору то, что мне нравится. Все, митинг закончен? Я протестую. А теперь, пожалуйста, благодарность. Какая? Можно уже лезвинку сплясать? Я недовольна этой покупкой. Приходим на площадку. Здравствуйте. Здрасте. Яна, я умерла. Яна, да? Здрасте, я Леша. Очень приятно. Очень приятно. Становитесь сюда, сейчас проэпетируем всю сцену. Я вам расскажу, что делать, окей? Да. Камеры, какой-то мент стоит, я смотрю в форме. Чудачка в халате, в белом. Вот вы будете лежать вот здесь, видите, мы вам приготовили. Я сейчас не вижу голову, надо как-то по-другому положить. Этот художник все бегает, мне там к голове пытается что-то примастить. Жизнь бурлит. Одна я лежу на расслабоне. Тесна. Репетиция, начали. Лежу. Думаю, хоть бы не заржать, бо мне ржать, как вот от дурного с горы катиться. Так все, надо подумать, потому что это грустное. Как она померла? Не знаю. Я думала, држут. Не видно, что проткнула человека какой-то железякой. Еще одна девчина, и это не остальная смерть. Стоп. Да, давайте поправляться и снимать. В общем, после этой репетиции я думаю, ну в принципе, шикарная роль. Как она померла? Не знаю. Это не остальная смерть. Стоп. Мы же сейчас дышали, сейчас это напомнило какой-то комедийный жанр. У нас серьезное кино, детектив про углы. Я поняла, будем стараться. Короче, первый дубль, второй дубль, блин, не то, не то, не то, дышу. Я думала, будет намного легче. Уже лучше б спрыгнула под кудо-то, чем лежать трупом. Стоп. Технический дубль, все хорошо. Думаю, естественно, ну в смысле, я же мовет. Давайте зафактурим рану. Приходит этот чувак, что мне подушку лепил Алексей, с вот таким ведром опарышей вот этих белых. Фу. Да, опарышей добавьте туда. В смысле? Ну в смысле, фу, какие черви. Я боюсь этого больше всего в жизни. Я даже мух боюсь. Субтитры сделал DimaTorzok